Доброго времени суток! Вы смотрите Гуд Ньюс на втором. У нас для вас только позитивные новости. В студии Екатерина Брасукова и мы начинаем. Ключевое событие этой недели – проведение в Могилеве пятого форума регионов. Одной из особенностей форума стала выставка «Ярмарка ремесел», где свою продукцию представили мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Белоруссии и России. Пешеходная улица Могилева превратилась в одну большую, очень шумную и веселую ярмарку. Тот, кто успел на ней побывать, оценил ее масштабность и красочность. Мы тоже там были. Смотрим сюжет. Торжественное открытие выставки ярмарки «Ремесел. Город мастеров» состоялось на площади звезд. 16 регионов Российской Федерации и все регионы Республики Беларусь представили на выставке «Народное декоративно-прикладное творчество двух стран». Выставку «Ярмарка ремесел. Мастеров Беларуси и России» торжественно открыли председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Это первый подобный проект в рамках форума регионов, в котором принимают участие 16 субъектов Российской Федерации и все регионы Беларуси. Я хочу поблагодарить Россия. 35 регионов России прибыло для участия в форуме регионов. Это замечательно. И посмотрите географию от Брянска до Дальнего Востока. Это говорит о том, что люди верят в наше союзное строительство, верят в успех союзного договора и наших союзных отношений. Это дорогого стоит. Это не измерить деньгами и какими-то контрактами. Валентина Матвиенко также тепло поприветствовала белорусов и отметила, что впервые в нашу страну приехал такой большой десант из России. Более 100 человек официальных лиц. Я хочу поблагодарить искренне вас, уважаемый Михаил Владимирович, всех организаторов за прекрасную программу, за ваше внимание, за ваше гостеприимство, за вашу такую традиционную теплоту и любовь, которую мы почувствовали с первых минут пребывания на замечательной белорусской земле. Спикер Совета Федерации обратила внимание, что проведение выставки «Ярмарки ремесел» – это не только возможность увидеть уникальные работы мастеров двух стран, это общение и замечательная возможность для белорусов и россиян еще ближе познакомиться с культурным наследием друг друга. Экспозиция «Город мастеров» разместилась на трех улицах – белорусская, сябрынотворшести и майстерства и русская. Вологодские кружева, лапти, валенки, музыкальные инструменты, игрушки, изделия из лазы, соломы, дерева, керамики и многое другое были представлены на выставке. На национальных праздничных экспозициях провели мастер-классы под качество, лазоплетению, гончарному мастерству, вышивки и другим видам ремесел. Развлекали многочисленных посетителей ярмарки фольклорные и любительские коллективы Белоруссии и России. Ярмарка продлилась два дня. Мастера двух стран высоко оценили организацию мероприятия и поблагодарили белорусов за радушный прием. «Очень хорошо, теплые встречи у нас разместились очень хорошо. Мы очень рады, знакомы очень многими коллективами». «Форум очень нравится. Люди, получается, в Беларуси очень приятные, общительные. Все аккуратно, красиво, атмосфера насыщенная программа и народы». «Это действительно большой форум, в котором собрались не только регионы Республики Беларусь, но и огромное количество российских регионов представлено. Мы желаем форуму процветания, много лета, счастья, здоровья всем участникам и организаторам». «Не ожидали такого гостеприимства и такой искренней любви по отношению к нам, к русским людям. Очень приятно. Приглашаем вас в гости к нам». «Все мы славяне и душа наша едина. Мы желаем всем народам мира здоровья, счастья и всего чистого, доброго, светлого. И много лета. Счастья, радости и света и многие лета за единство. За единство всех народам, дружным хором пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем. Многое лето, многое лето, многое лето пропоем». К пятому форуму регионов Могилев заметно преобразился. Завершилось строительство сразу нескольких крупных объектов, таких как лестница в Подниколье, корпус БРУ и триумфальная арка, которую торжественно открыли на этой неделе. 20-метровый памятник приурочен к 750-летию областного центра. На въезде и выезде она украшена барельефами знаковых элементов. Герб Могилева, орденом Остечественной войны первой степени и орденом Ленина, которым награждена Могилевская область. Во время открытия объекта состоялась церемония закладки в основании арки капсулы с посланием по следующим поколениям. В нем завещано любить и беречь родной город и умножать традиции прошлых поколений. Строительство арки началось в 2016 году. Проект реализован за счет спонсорской помощи, а также на средства, собранные могилевчанами и предприятиями областного центра. В Могилеве появился новый арт-дворик. Торжественная презентация проекта «14», так назвали инициативу организаторы, состоялась 8 октября. Всего за две недели более 10 художников позволили обычному серому городскому двору, как и в Могилеве очень много, заиграть яркими красками, интересными мотивами и приобрести, так сказать, особый философский смысл. Пользователи соцсетей высоко оценили труд художников, а мы побывали на открытии и вот что увидели. Две недели кропотливой, но очень интересной работы, оптимистичные художники, множество баллонов с красками и огромное желание сделать дворик по улице Дзержинского 4 ярким и необычным. Все это и есть марафон «Урбан-арта» проект «14», организованный Центром городских инициатив при поддержке компаний «Копорол» и «Куб Жрео Ленинского района». Благодаря этой инициативе еще один двор в Могилеве в прямом смысле слова заиграл яркими красками. Стильно, интересно и необычно. На реализации проекта предшествовало много этапов. Мы собирали мнения жителей, присылали варианты дворов, в которых люди хотели, чтобы появились такие стрит-арт-объекты, но в итоге победил именно этот двор. Мы его согласовали с местными властями и вот две недели назад мы приступили к реализации проекта. Хвойный лес и кот на луне – люди-птицы и девушка-вселенная. Каждая работа авторов не просто рисунок на стене, а воплощение их мыслей, фантазий, идей и внутренних переживаний. Я вдохновилась белорусской традиционной вытянанкой, но захотела сделать работу, переработанную художественно, в своих цветах. В середине изображена девушка, которая держит цветок и птицу, символизирует жизнь. Справа – ночь, слева – день, солнце и луна. Кот, луна – это, может, не так очевидно. Человечек на крыше впускает вознужденного змея, птицы, свобода. Это то, что, в принципе, я уважаю в жизни и люблю больше всего. В основе фразы Стива Джобса, она нас зацепила, и мы изобразили два жизненных пути. То есть абстракция идет от фразы «сама собой», снизу, то есть путь у нас неоднородный, непостоянный, он тернистый, сложный, поэтому в виде вот таких переплетений, всяких фигур, он идет по нарастающей, и жизнь от этого насыщенная, яркая, интересная. Она олицетворила птиц людьми, точнее, людей птицами, и раскрыла их самобытность, их фантазии, полет, воображение. То есть вот красные птички – это мы все такие одинаковые на улице ходим, похожие друг на друга, а центральная птица – это наша сущность, то, что нас отличает друг от друга, наша индивидуальность. Самая масштабная работа проекта «14» – графическое полотно на стене семиэтажного дома. Ее в рекордные сроки, всего за три дня, выполнил талантливый минский художник Евгений Сосюра. Тот самый, благодаря усилиям и творческой задумке которого, был украшен фасад жилого дома по улице Тимирязевской. В новом арт-дворике помимо графических работ появились интересные арт-объекты. Травяной диван, указатели направлений к любви, счастью и мечтам, украшения, одежда на деревьях и даже джинсы-клумбы. Возникла такая идея сделать классные джинсы. И вообще планируется то, что мы посадим в них еще росточки. Они просто как символ того, что люди заботятся о растениях, люди тоже часть этой экосистемы. И на самом деле, пока они тут стоят, уже тут два дня, так много людей фоткаются, так много людей нравится. И это очень здорово. Это второй стрит-арт-двор в Могилеве. Первый появился пять лет назад на улице Тимирязевской около Минского рынка. Тогда свои творческие идеи в жизнь воплощали художники из Белоруссии и России. Как долго могилевчане будут любоваться новыми инсталляциями, зависит от самих жителей. Любите свой город и цените труд других людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В документально-театральном конкурсе «Звездочет. Арт» приняли участие более 300 юных талантов из 16 городов Беларуси. Напомним, фестиваль «Звездочет» стартовал с начала года, но успел перебрести уже тысячи друзей в разных уголках планеты. Впереди большой грант – фестиваль победителей «Звездочет», где встретятся участники вокального, танцевального и театрально-инструментального этапов конкурса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Министерство культуры приглашает принять участие в республиканском творческом конкурсе на создание символа года Малой Родины. Участником может стать любой желающий вне зависимости от возраста и места проживания. Для этого необходимо до 15 октября передать цветное изображение символа в электронном виде и распечатанное на листе формата А3 по адресу город Минск, проспект Победителей, 11, кабинет 304. Жюри рассмотрит предложение не позднее 1 ноября. Победителю присуждается премия в размере 50 базовых величин. Положение о конкурсе опубликовано на сайте Министерства культуры в разделе «Конкурсы и мероприятия». На сегодня у нас все. Желаем всем только хороших новостей. Смотрите Good News и живите на позитиве. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова